Ищем тропинку. О, Виктор кричит, нашел я ее. В лесу, знаете, все запорошило, и ты как Сусанин, первопроходец. Прокладываешь тропу для следующих гуляющих людей. Вот нам кто-то проложил тропинку. Сегодня очень красиво в лесу. Снег выпал только вчера вечером, и еще мало кто ходил, мало кто натоптал. Вообще, посмотрите, как красиво за моей спиной. А, кстати, мы еще не поздоровались. Здравствуйте. Всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале Тина Токсина из леса. Обычно мы гуляем вдоль реки или ездим к морю. А сегодня решили погулять в лесу, который находится за летней эстрадой. Ой, какая собачка! Она не кусается? Знаете, как называются собаки, у которых разные глаза? Орликин. И у этого разные глаза. Побежит со спортсменом. Настоящие орликин, вы заставили крутиться. Да, как будто в цирке. Посмотрите, какие елки. Все в снегу, как красиво. Это, наверное, белка ее скинула. Но когда проходишь под этими елками, соснами, с них падает снег. И вон еще одна собачка. Очень много людей прогуливается с собаками и с детьми. О чем я там вам рассказывала, пока мы не встретили орликина? Большой-большой секрет. Я рассказывала, за ночь у нас выпал этот снег. По всей Литве уже дня три или четыре был снег. А только на взморье было бесснежно. И когда я вчера увидела и говорю, опять пошел снег, как красиво, как классно. Напишите в комментариях, а вам нравится больше снег или когда бесснежье? Мне, допустим, лично больше нравится вот такая погода. Снег все прикрывает, ничего не видно, слякоти, каши. Как красиво! Я вспоминаю в горах такие елки, снег и снегири. Ну, очень красиво. Вот почему-то снегирей нет. Синицы прилетели, а снегирей давно-давно не видели. Напишите, в вашем регионе есть снегири? Или они не прилетают? Я раньше, знаете, как думала в детстве, что снегири – это те самые синицы. Только они зимой становятся от холода красненькие пузики. Комсомолка, спортсменка, просто красавица. Молодец, девушка! Субтитры подогнал «Симон»! Дошли до железной дороги? Смотри, лес повалило. Лес повалило? Ну. Там в Литве где-то лес повалило, потому что там был большой снегопад. А здесь лес не повалило. Это его спилили? На дрова, что ли? Нет, не на дрова. Это мост в Мельнераге. Да, пилят лес. Клайпецкий геруляйский лес. Или по-другому Клайпецкий кукулюшки лес. Дрова хорошие. Дрова хорошие. Находится в северной части города. До Балтийского моря в эту сторону лес, а в ту сторону до Шапки Голландца. Площадь леса составляет 16 квадратных километров. Это лёгкие клайпиды. Надо пройти посмотреть, сколько вырубили этого леса. В лесной массив входят кукулички, клайпецкий, геруляйский и мельнераги леса. Леса растут до берега Балтийского моря и переходят в дюны. Какие деревья преобладают в лесу? 65% сосновые. 19% берёзовые. 11% ольха и еловые 4%. И ещё есть 1% дубовых деревьев. Может, они вырубили старые деревья? Но в лесу 39% преобладает молодых деревьев. Среднего возраста 58% деревьев. И уже взрослые деревья всего 3%. А какие животные живут в этих лесах? Кабаны. Лоси, лисы, уссурийские собаки и косуля. В этом лесу не только люди гуляют, бегают, гуляют с собаками, выводят собак. Но вот едет мужчина на лыжах. Сейчас он доедет до нас. Посмотрим на лыжника. Уже давно я не встречала лыжников. Красиво пошёл. Тут очень тяжело пройти, потому что снегом припорошило и не видно, где лежат деревья, а где тропинка. Вопросик, для чего вырубают лес? Хотят построить интермодальный транспортный терминал и увеличить развитие железнодорожной инфраструктуры. Планировалось вырубить от 30 до 50 гектаров зелёных насаждений. Клайпетчанам непонятно, почему для реализации этого проекта надо было затрагивать именно геруляй. Чиновники сами с трудом отвечают на этот вопрос. Говорят, что для увеличения грузооборота в Клайпетском порту, что приведёт к созданию новых рабочих мест. А жители города останутся без лёгких. В конце 20-го года собирали клайпетчане, подписывали петицию, что мы все против того, чтобы вырубали этот геруляйский лес. Легко было подписать? Было очень тяжело подписать, с первого раза не получалось, заходило и два, и три раза. И типа это подействовало. Не будут вырубать геруляйский лес. Но, как вы видите, его рубят, несмотря на то, что Клайпетчане против. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И дальше. Вот там тоже рубят лес. Но, может быть, как бы он близко к железной дороге, и поэтому его рубят? Мешает железной дороге? Или почему его рубят? Как ты думаешь? Я думаю, что дрова нужны людям. Дрова. Но нет, не думаешь, что дрова. Хорошие сосны на дрова. Мы вчера ехали на море, по той стороне. Ехали в Геруляй, и там тоже видели фуру, которая везла уже без веток вот такие деревья. Было бы хорошо посмотреть на ту сторону, рубят там или нет. Но стоит поезд. Идти очень тяжело. Здесь снег неутоптанный. Мы дойдем до конца поезда. Может, будет видно, что делается на той стороне. А пока все лежат деревья. Срубили много. А куда денут эти все деревья? Это дрова будут кому-то. Дрова? Но они же не очень хорошие, эти дрова. С них смолы много. Хорошие, здоровые деревья. О, лежат. Жалко. Кедр? Нет. Красная вещь, кедр. Это от смены погоды он покраснел. Это сосна. Покраснел от мороза. Кедр? Сколько градусов? Ноль. Мне жарко. Я когда вот так укутаюсь, мне всегда жарко. Хотя идем медленно. Впереди идут люди. Руками показывают на лес. Сейчас возмущаются, что столько срубили деревьев. Пока не срезали, можно пообниматься. Да, а то потом срежут такую красоту и все. Останутся только тонкие деревья. Мы переехали мост и нашли это место, где складируют все деревья. Посмотрите, как их много. Сортируют по размеру. Потолще, потоньше. По сортам. Видишь, сверху береза. А эти желтые какие интересные. Это что за деревья? Это ольха черная. Как она отличается? Такая желтенькая. Березка. Там, где мы гуляли с той стороны, пока еще все лежит валом. А здесь уже порезано, от веток убрано, посортировано. Вчера мы видели машину, которая здесь... Фура стояла, и в нее грузила другая машина, эти все бревна. Кто-то же дал разрешение вырубить эти все деревья. И здесь их немало. Это ольха, царские дрова. Почему царские? От них нет дыма и мало пепла. О, кому-то достанутся хорошие дрова. А вот, смотри, уже больное было дерево. Внутри пустое. А это? Это береза, хорошая дрова. Что делают из этих берез? Полки, что ли? В баню? В баню. Нет. Тут много дегтя. Делают из липы. Вот это ольха пойдет. А это для чего? Просто на дрова? Эти все бревна вывозили, скорее всего, отсюда. Дорога ведет туда. Сейчас дойдем опять до железной дороги и посмотрим, где их все срубили. Нашли табличку. Старое кладбище Мельнераги. Статус, что оно сейчас неэксплуатируемо. Конец 19-го, начало 20-го века. Здесь захоронены люди. Видно, фонарики поставили. Ой, Виктор нашел какой-то знак. А я что-то иду, прям валюсь, как скользко здесь. О чем говорит этот стенд? Что лес вырубают с 31-го декабря 2020-го года до 15-го марта. Для чего? Для того, чтобы поезда ходили безопасно. Занимается всем этим вот эта фирма. Система такая. Ставится забор. Потом вырезается лес метров 50. Потом ставится забор сюда. Мешает этому забору. И еще 50 метров. И вот так вот и вырубается весь лес. Но этот забор на самом деле стоит очень-очень давно. Для того, чтобы люди не бегали через железную дорогу. Раньше, когда-то очень давно, не было этого забора. И было небезопасно перебегать. Потом поставили этот забор. Все правильно. Чтобы люди не бегали в неположенных местах. Но самое страшное, если вот как ты говоришь, так и будет. Будут по чуть-чуть отвоевывать лес, чтобы сделать железнодорожную дорогу шире, шире и шире. Ради этого клайпичане и собирали подписи, чтобы этого не произошло. Клайпичане против, чтобы вырубали наши легкие. Мы были с той стороны. Там есть мост. Мы переехали, поставили машину. И вот показываем вам с этой стороны. Ну что я хочу сказать. С той стороны у нас машина стояла вдоль дороги. Когда люди приезжают в лес, они все машины ставят вдоль дороги. И когда мы решили выезжать, машина заднеприводная не поддавалась выезду в горочку чуть-чуть. Застряла, в общем. Виктор за рулем. Я ее пытаюсь толкать. Это все безрезультатно. Подбежал сначала один парень. Толкали мы с ним вдвоем. Хороший парень. Не толкнули. Он побежал и принес... Саперную лопатку он мне дал. Я откопался. И мы опять дальше вдвоем с этим парнем толкаем. Подбегает третий парень. И мы втроем... Ну, конечно, мои силы там так, как комар. Ну, в общем, мы вытолкали... Я половиной человека толкала, а я на педаль взял. Выехали. Выехали. Вытолкали нас, ребята. Большое спасибо. Если вдруг вы смотрите, большое вам спасибо. И вообще всегда помогайте людям на дорогах. И женщинам, и мужчинам, всем-всем. Если видите, что вот такая ситуация, особенно сейчас, зимой, кто-то не может выехать, подойдите и толкните. Не пожалейте своего времени. Скорее всего, здесь машины тоже застревали. Но уже фуру не толкнешь. Два с половиной человека. Я вижу, что трактор приезжал. Вытягивал трактор? Да. Колея, кстати, свежая. Видимо, они застряли и решили сегодня или вообще до весны, пока лес отсюда не вывозить. Нашли следы. Посмотрите, как хорошо видно, что это косуля. И пошла, пошла, пошла в лес. Совсем рядом дорога, но они здесь не боятся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. 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 Сейчас у нас песок отсюда уходит. Вот здесь все вымыло. Получился такой, как обрыв. Никогда здесь не было, всегда был ровный спуск. И все зоты немецкие тянет и тянет в море. Скоро они уже все будут в воде. У нас есть видео, они там еще выше были. Сейчас все ниже, ниже, все их тянет и тянет в море. Нравится? Хорошие дрова. Берегите природу, мать вашу. Спасибо, что смотрели. До свидания. Всем пока-пока. Продолжение следует.